25 октября отмечается день таможенника Российской Федерации. Только за 9 месяцев этого года Тверская таможня в доходную часть бюджета страны перечислила 52 миллиарда рублей. Это на 16 миллиардов больше, чем год назад. Внешний торговый оборот составил 3,5 миллиарда долларов США. Общий объем грузов, оформляемый таможенными постами за 9 месяцев этого года – 1 миллион 300 тысяч тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в результате роста импорта объемы внешней торговли возросли на 20%. В 2019 году за таможенным декларированием в Тверскую таможню обратилось свыше 2,5 тысяч участников внешнеэкономической деятельности, в основном юридические лица. В общей сложности было оформлено 70 тысяч деклараций. В лидерах по экспорту – древесина, изделия из стекла, пластмассы, алюминия, мясо птицы, бумага, картон, оборудование. Оборудование лидирует и в импортируемых товарах. А еще электроприборы, обувь, изделия из пластмасс, одежда, медицинская и измерительная техника, кондитерские изделия из муки, кофе, чай, изделия из черных металлов. В канун праздника мы побывали на Тверском таможенном посту, образованном в 2001 году. Нас сопровождает начальник поста, полковник таможенной службы Валерий Тивиков. В настоящее время здесь размешено несколько товарных партий. В принципе, они все разделены. Как ты видишь, одна, вторая, третья, четвертая. Вот идут работы по погрузке товара, который уже прошел таможенный контроль. Сюда приходит самый разнообразный товар. Товары народного потребления, мелкая электроника. Здесь, если мы посмотрим, вот без упаковки, это товары крупного Тверского производителя, масты. Загрузка указанного склада в настоящее время, она постоянная, потому что не все товары у нас выгружаются для помещения на временное хранение. В основном, в 85-90% случаев, товары, они уходят, так называемые, с колес. То есть они уходят без выгрузки, декларация подается, выпускается, и товар сразу же уезжает на транспортное средство и получать. У нас оформляется от бытовой техники до товаров народного потребления, это одежда, обувь, в том числе и мебель, металлические конструкции, ну и много товаров для крупных Тверских производителей. На сегодняшний день Тверской таможенный пост представляет из себя это пост фактического контроля, который проводит осмотры, досмотры, завершения и открытия таможенного транзита, отбор пропа образцов, ну а также еще оформление уполномоченных экономических операторов. Товар, поступающий из-за границы, в определенные сроки таможенного транзита, проще говоря, сроки доставки пребывает на Тверской таможенный пост. После этого участник внешнеэкономической деятельности подает декларацию на товар, таможенную декларацию в центр электронного декларирования, установленные в законодательственном сроке выпуска и регистрации при отсутствии профиля риска, как называемых рисковых ситуаций, по которым требуются дополнительные запросы, либо проведения каких-либо допроверок. В течение четырех часов товар выпускается, машина уезжает. Всего четыре часа? Всего четыре часа. За первое полугодие 2019 года выявлено 180 тысяч единиц контрафактной продукции. Среди товаров, которые чаще всего удается выявить, рыболовная леска, одежда, обувь, табачные изделия, детские игрушки, наручные часы, парфюмерия, алкоголь, сумки. Правонарушители привлекают такие марки, как Adidas, Nike, Reebok, Puma, Dior, Chanel. Нами выявляется по результатам таможенных досмотров, это, как правило, статьи Кодекса административных правонарушений, это 16.2.1, это не декларирование, то есть когда участник внешнеэкономической деятельности заявляет, не лишний, не заявляет некий товар, который у него находится, либо недостоверное декларирование, то есть так называемый пересорт, который может повлиять на причитающиеся платежи. За 9 месяцев 2019 года постом возбуждено 30 дел административных правонарушений при прибытии порядка 16 тысяч транспортных средств. Но это абсолютно небольшое. Я бы не сказал, что это много. В целом, основные импортеры – это крупные производственники, крупные сетевые компании, для которых, скажем так, репутация дороже, чем некое нарушение и выгода. Многие мероприятия Тверской таможни проходят во взаимодействии с органами исполнительной власти и правоохранительными структурами. Среди которых УМВД, УФСБ и судебные приставы. Я считаю, что, конечно же, контроль должен быть. Сейчас он существует, но в рамках выборочного контроля. Если раньше, когда я пришел на работу в таможне, это был 100% досмотр по всем товарам, по всем импортным транспортным средствам, то сейчас указанная форма фактического контроля, которой занимается Тверской таможенный пост, она является выборочной и только на основании профиля риска, который выявляется по месту декларирования.